Тема сегодняшнего видео это использование устройств так называемых гаджетов гаджеты, гаджеты ты сегодня мне принес телефончик Местерос он вибрирует и сладко поет так вот, использование различных устройств, таких как телефон таких как часы для ведения здорового образа жизни но чем эти часы хороши? я их приобрел примерно месяц назад пользовался значит, что они могут сделать? ну, в первую очередь, тут есть такая интересная функция это они побуждают тебя к занятиям здесь имеется, так сказать, три таких круга активности это твои занятия общие занятия это твоя активность в виде тренировки и еще активность в виде осознанного расслабления все это, конечно, интересно и главное, они тебя, как бы сказать, напоминают побуждают, что надо пойти позаниматься что они еще делают? они позволяют они позволяют посчитать шаги ваши и расстояние, которое вы прошли ну, также на сколько там этажей вы поднялись ну, это такая функция поднялись, опустились не столь уж важно я их использую в течение ну, уже немножечко больше месяца часы еще что они делают подсказывают когда активность достигнута нужно хотя по своим меркам я где-то примерно в два раза больше активность делаю то есть я пошел круг у меня примерно километр вот я делаю пять кругов и примерно около трех кругов они уже мне дают такой сигнал что активность нужная достигнута сделана но я еще прохожу два круга потому что я чувствую, что надо дать нагрузку так дать далее если вы занимаетесь фиксируют ваши рекорды то есть рекорд активности за один день дают соответствующую там медальку рекорд активности за неделю рекорд активности за месяц и ну это такие своеобразные своеобразные достижения в виде медали в виде офис офис в в Далее здесь есть такая вот функция, вы на нее нажимаете и эти часы начинают считать ваш пульс, какой имеется пульс. Также они ее и считают, пульс, и во время ваших занятий. То есть указывают, что вы сегодня прошли, допустим, 5 километров и при этом у вас пульс был такой-то, такой-то. Помимо прочего, через часы, когда у вас телефончик рядом, можно получать сигналы. В смысле, можно говорить как по телефону. То есть кто-то звонит у вас, телефон у вас находится в сумке, здесь начинают часики вибрировать, зажигаются две кнопочки, так же, как в телефоне, красная. Отклонить вызов в зеленое, значит, принят, вы нажимаете на зелененькую кнопочку и также слушаете, через динамику раздается голос и вы говорите. вот он телефон, погашен, да, все у нас погашено. сейчас будет звонок. звонок, да, сюда, и звонок сюда, где никает, вот они появились, беленькая, красненькая. звонок. Нина, ты меня слышишь? Ну, на морозе, сейчас зима. Как правило, телефоны эти наши, они быстро садятся. Поэтому вы можете спрятать телефончик в сумочку, куда-нибудь там в теплое место, идете в часах, позвонили и вы часы держат, ну, в течение дня, естественно, получше, нежели там телефон, вы можете ответить по телефону, как это сделал я сейчас. Также здесь есть вот такая функция, вот такая функция. Эта функция позволяет вам расслабиться. То есть, сочетание дыхания с вот этим вот движением способствует тому, что вы успокаиваетесь, что вы успокаиваетесь. Плюс еще идет небольшая вибрация. Вот, значит, выдох я делаю. Теперь я делаю медленный, плавный вдох. Идет вибрация. Выдох в течение минуты. Опять, значит, дыхание медленно, плавно. Теперь выдох. То есть, наше дыхание, оно прекрасно связано с нашими нервами, с сердцебиением, и замедляя дыхание, вы сами себя успокаиваете, расслабляетесь, отдыхаете в конце концов. И вот такие вот осознанные паузы можно делать регулярно для того, чтобы поддержать тонус организма. Плюс еще, что я заметил за часами. Часы, вот вы сели, работаете, что-то делаете. Они фиксируют время, когда находятся в покое. О! И пишут мне, браво! Значит, сразу же показывают, какой пульс удара в минуту был. Как вы успокоились. Хотите, можете повторить. Так вот, что они еще делают? Они фиксируют время, когда вы находились в покое, занимались. И через какое-то время надо сделать двигательную активность. То есть, позаниматься, чтобы размять кровь, впустить лимфу по организму. И они также раз-раз-раз-раз, маленькая вибрация создается. И надпись о том, что вам необходимо позаниматься. Встаешь буквально-таки минутка, просто-напросто походил, поприседал. Они уже пишут, ага, браво, молодец, ты вот позанимался. Ты следишь за своим собственным здоровьем. Плюс здесь, конечно, имеется огромное количество других функций, которыми я особо не пользуюсь. Плюс, да, здесь сразу показывается число, время, погода. И плюс, вы можете в любой, в любой момент времени, значит, свой пульс определить. Если у вас такое желание есть, свою двигательную активность определить, какая у вас есть, где надо бы подработать еще до, так сказать, идеальной. И плюс, плюс у вас тут, чтобы вы успокоились. Ну, такая вроде бы игрушка, но тем не менее, позволяет, позволяет как-то разнообразить ваш образ жизни. Где-то, будем говорить, вот его сделать более интересным. Ну, естественно, тут огромное количество циферблатов различных, вот, какие вы хотите поставить. На телефоне имеется, соответственно, программа. На телефоне имеется программа. Вот так вот она выглядит. Программа активности. И здесь вы можете посмотреть свою активность. Сколько вы калорий потратили. Ну, это такие данные, знаете, это самое. Энергия покоя, шаги. Вот меня интересуют больше шаги. Вот они. И дистанция ходьбы и бега. То есть, я за сегодня прошел, согласно этой таблице, 7722 шага. В километрах это 5,4 километра. Это хорошая такая нагрузочка. Значит, пульс у меня покоя был 70 ударов в минуту. Вариабельность 26. То есть, когда я шел, больше был. Вот. Вот это одна программа. Далее есть вот такая программа другая, которая и эта и та больше связана с часами, насколько я понимаю. Но вот эта вот больше связана с часами. Идет отображение. Вот. И тут, видите, только как раз появились вот такие вот значки. Вы можете посмотреть, сколько вы прошли за декабрь. То есть, вот за декабрь, смотрите, я сделал в течение месяца регулярно. Я делал свои вот эти вот в течение часа прогулки. Довольно таки в хорошем темпе. Все это отображено. Тем более, это все еще передается куда-то. Я не выяснял. Вы можете куда-то передавать. По интернету. С кем-то соревноваться. Показывать свои достижения. И многие-многие вещи. Я просто-напросто особо не разбираюсь. Для меня вот этого достаточно. Достаточно. Достаточно.